И жил ожиданием будущего, нового века, наполненного новыми технологиями, делающими человека могущественнее и совершеннее. И будущее настало. То, что ты видишь здесь сегодня, уже меняет жизнь планеты, жизнь человечества. Это Экспо-2017. Это 4 миллиона человек со всего мира. Взявшись за руки, они образовали вуцепочку от Астаны до Дубаи. Гости Экспо-2017 приехали из 178 стран. Это 90% от общего числа государств на планете. Каждый посетитель выставки должен потратить 96 часов для того, чтобы увидеть все, что представлено на Экспо-2017. За время работы Экспо-2017 состоялось 3,5 тысячи культурных событий. И выступило более 33 тысяч артистов. 13 тысяч тонн металла потребовалось, чтобы построить символ Экспо-2017. Сферу Нур-Алем. Эйфелева башня состоит всего из 9 тысяч. 2 800 уникальных стекол составляют покрытие сферы. А его общая площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Это сразмерно к четырем футбольным полям. Для строительства всех объектов выставки было использовано 56 тысяч тонн металла и 500 тысяч тонн бетона. Этого достаточно, чтобы построить две самые высокие башни в мире. 53 руководителя государств и правительств стали почетными гостями и участниками выставки. На Экспо работало 4,5 тысячи волонтеров. За время работы выставки посетители сделали более 100 миллионов фотографий. И 88 предложений руки и сердца. А ученые представили 153 изобретения, которые уже сегодня меняют жизнь человечества. Я хочу отметить, что шоу сейчас вы видите с использованием элементов сложенных постановочных, инженерных и технических решений. Именно Экспо дал старт таким открытием, как паровой двигатель. Автомобиль. И лампы накаривали. А в 20-м веке Экспо подарил миру рентгеновские лучи. И хочется сказать, что все эти разработки – это лучшие разработки, которые в течение 90 дней любой мог увидеть в зоне лучших практик на выставочной территории. Они были представлены. Мобильный телефон. И тоже прошли определенный конкурс, чтобы быть достойными выставленными. И сенсорный экран. И вот Экспо 21 века снова переносит человечество в будущее. Будущее, где все эти разработки станут реальностью. Прекрасно. Сейчас ты все увидишь сам. Все это в твоих руках. Что? 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 Россия! Абамика! Унистия! Направляю об скарфистов. Крикинта travelling. Унистия. Второй отсутствие. Сомерный пехол пр impeachment Челеный пехол. Продолжение следует... 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 Был кормы Казахстанунышко-молимынги, туристыршен танымдылыгын артытырды. Елімізге келен мертвы и левымандарға, халпырышкин, тонақ жайлыгын көрсет алдық. Біз улашалықтың энергиясына, хатысты бүкіл ле 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 ме тәжеребесін, өз жерімізде тоғыстырдық. Экспо 2017-ші кормесі, жаңа айтылық петкендей 4 миллионга жуық адам аралапшы көрді. Продолжение следует... 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 на котором обсуждаются важные вопросы научно-технического развития исламского мира. Организация исламских государств, состоящая из 57 государств, является крупнейшей организацией после Организации Объединенных Наций. Сегодня успешным завершился визит, и в зале присутствуют главы государств, главы делегаций стран ОИС. Давайте, друзья, поприветствуем наших братьев, поблагодарим их за участие и поддержку. Всего в рамках Экспо прошло более 6 тысяч различных мероприятий. Наша страна упрочила свой имидж в качестве безопасного, динамично развивающего государства в Евразийском регионе. Феномен Экспо способствовал продуктивному, интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества. Благотворно сказалось развитие взаимопонимания доверия между странами и народами. Мир ближе познакомился с богатой, уникальной культурой Казахстана. Уважаемые дамы и господа, энергия будущего – это одно из глобальных насущных тем современности, волнующее все человечество. Выставка стала символическим мостом для передовых идей технологий в этой сфере. Во-первых, Экспо предоставило уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный и технологический потенциал всей нашей планеты. Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых энергий. Выставка стала хорошим стимулом для роста казахстанской научной среды. Проекты отечественных ученых, представленные на Экспо, привлекли внимание мировой общественности. Во-вторых, на площадке Экспо был организован глобальный диалог по приоритетам современной энергетической политики. Обсуждены проблемы, перспективы развития альтернативных источников энергии и энергосбережения. В-третьих, Экспо позволило выработать ряд рекомендаций по решению проблем современности в сфере энергетики и экологии. Они вошли в соответствующий манифест, который стал итоговым документом интеллектуальным наследием выставки Экспо-2017. В-четвертых, проведение Экспо еще раз показало приверженность нашей страны идеи развития зеленых технологий. В целом, уверен, что наша выставка внес свой уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире. Дорогие друзья, Экспо-2017 оставит нам большое достояние, уникальный опыт, который помогут открыть новые горизонты инновационного развития. Инфраструктура выставочного комплекса будет полноценно функционировать и после закрытия выставки дальше. Нуралем, наш национальный павильон на выставке, ряд других павильонов, в которых представлена тематика выставки, будут сохранены как наследие Экспо, как музей для посетителей нашей страны и наших друзей за рубежом. В завершении выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов на этой базе. Прежде всего, это Международный финансовый центр Астана. Он должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу международной финансовой системы. Создаваемый Международный центр по развитию зеленых технологий инвестиций будет содействовать глобальному устойчивому развитию продвижению зеленых технологий. И Международный технопарк IT-стартапов станет площадкой для привлечения IT-предпринимателей и инвесторов всего мира. Таким образом, весь выставочный комплекс Экспо будет и далее служить задачам инновационного устойчивого развития. Приглашаю всех к активному сотрудничеству в работе новых центров. Продолжение следует... 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 Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы следим за церемонией закрытия международной выставки Экспо-2017 вместе с вами. Мы находимся непосредственно на территории выставочного комплекса. Именно здесь следим за этим событием. Именно здесь в течение трех месяцев страны демонстрировали свои лучшие достижения в сфере зеленой энергетики, показывали сумасшедшие шоу, концерты и многие потрясающие выступления. И мы вместе с вами были всему этому свидетелями. Ну и самое главное шоу, оно происходит прямо здесь сейчас, и мы с вами его наблюдаем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, то есть, как вы сейчас могли видеть, по территории Экспо растянулась цепочка людей. Она находится прямо перед нами. Это волонтеры. Цепочка состоит из тех, кто помогал посетителям в течение всех трех месяцев ориентироваться по территории выставки. И вообще в целом облегчал посетителям нахождение здесь, на территории международной выставки. На их груди, на груди волонтеров висят кулоны, символы экспо. Это то, что держатся волонтеры за руки, это символизирует передачу энергии. То есть только что произошла передача энергии от человека к человеку, и в итоге завершилась зажжением сферы. Но плюс ко всему, я считаю, что еще одно и один сакральный смысл у этого действия был, то, что люди держатся друг к другу за руки. Это символизирует мир во всем мире. Это та ценность, которую преследует Казахстан и активно пропагандирует. Итак, несмотря на то, что прошел сегодня вечером дождь, мы здесь наблюдаем на телевидении. В территории выставочного комплекса огромное количество людей. Как вы можете видеть за нашей спиной большое количество, а также за камерой большое количество людей. Буквально с минуты на минуту здесь состоится кульминация шоу. В 21.10 или в 21.05 запланирован фейерверк. Организаторы обещают, что это будет просто феерическое шоу. Так что я думаю, что стоит прямо сейчас нам наблюдать вместе с вами за заключением выставки. Тамоша Лангздар. Организаторы обещают, что он будет круче, чем мы могли видеть на открытии экспо. Казахстан. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...